Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Улправда.ру. Это программа «100 вопросов». Я Диана Ковелло, и сегодня моя героиня – очаровательная женщина, госуправленница, руководитель агентства по развитию туризма Ульяновской области Юлия Скоромолова. Юлия, добрый день. Я так рада, что мы наконец встретились. С летом мы планировали это интервью, но был чемпионат мира, ты не хотела отвлекаться, и вот, наконец, этот день настал. С удовольствием задам тебе все свои 100 вопросов и надеюсь получить искренние 100 ответов. Все 100? Сколько сможешь? Все 100. Юль, сколько лет ты уже возглавляешь отрасль по развитию туризма? Ну, на этой должности я нахожусь почти три года. В январе будет три года, как я работаю в качестве руководителя агентства по туризму Ульяновской области. Но в туризме я чуть больше. Это еще три года, потому что я работала еще и в Ленинском мемориале на туристическом направлении. Поэтому в целом вот уже могу считать, что 6 лет я в туризме. Можно ли за эти 6 лет подвести некий промежуточный итог и в цифрах сказать, сколько было туристов, сколько номеров они снимали, сколько денег, может быть, принесли в регион? Ну, в целом за 6 лет я, конечно, не могу сказать, такой цифры нет. Но за прошлый год мы показали достаточно хорошие результаты. И основной результат, самый важный результат для отрасли туризма, потому что она экономическая отрасль, это объем оказанных туристских услуг. Он сейчас достиг суммы 1 миллиард 832 миллиона рублей. Это услуги, оказанные гостиницами, только коллективными средствами размещения. Сюда не входят даже услуги ресторанов, например, которые оказываются туристом. Сюда не входят услуги музеев и прочее. То есть мы, в общем-то, эту сумму можем легко умножить на полтора или даже на два. Поэтому я всегда коллегам говорю, что мы очень серьезная инвестиционно-привлекательная отрасль. И наши инвестиции — это те туристы, которые приезжают к нам. То есть наши инвестиции складываются из микроинвесторов, туристов, которые приезжают к нам в регион, и каждый вкладывает кто 10 тысяч рублей, кто, возможно, две, а кто, возможно, больше, покупая что-то в наших торговых центрах, может быть, нельзя там приобретая какие-то еще покупки. Поэтому, в общем-то, мы достаточно позитивно закончили прошлый год. И в этом году по результатам 9 месяцев мы также показали, конечно, хорошие результаты. Количество туристов у нас увеличилось на 30%. Конечно, это связано с чемпионатом мира. Конечно, мы помним, что наш город целую неделю и даже больше был занят туристами. В общем-то, все рестораны были полны нашими гостями. И мы очень гордимся тем, что мы, в общем-то, регион, который не проводил чемпионат и которого, конечно, обходили стороной пиар-акций, которые проводились на федеральном уровне. Но мы старались и мы пытались войти в те или иные программы. Мы, например, позиционировали себя в журнале «Отдых в России», причем мы были следующим городом за городом Сочи. В общем-то, да, такой вот, такой небольшой хитростью мы, я думаю, привлекли к себе. Ну, такое достаточное количество тех, кто заинтересовался нашим городом. Ну, например, австралийцы, да, которые, наверное, ну, никогда бы не приехали в наш город, если бы не чемпионат мира. А сейчас мы знаем, что компания, которая привозила австралийцев, заинтересована в том, чтобы определенное количество граждан из Австралии приезжало к нам. Это, конечно, не потоки, но даже отдельные гости с семьями нам очень ценны. Юль, по сравнению с прошлым годом, в этом году уже на 30% больше туристов помог чемпионат. Вот в следующем году, наверное, разумеется, тебе, как любому руководителю, хотелось бы еще повысить планку посещения туристами нашего региона, но чемпионата не будет. Возможно ли, что туристов будет больше, да? Ну, Диан, нужно ставить реальные цели. 30% мы не достигнем в следующем году. Ну, если мы не построим у себя Ефелеву башню, например, да, ну, чего мы, конечно же, не сделаем. Поэтому нужно ставить реальные цели. В России в целом туризм растет в пределах 6-8% ежегодно. 6-8%. Мы показали 30% в прошлом году, мы показали 12%. Это хороший рост, но он не может быть каким-то колоссальным, если мы, опять же, повторюсь, да, не построили у себя какой-то объект и не рассказали о нем всему миру. Мы ставим для себя определенные цели. Это, конечно, рост в пределах 12-15%. И у нас есть определенные механизмы, которыми мы будем пользоваться для привлечения вот этих потоков. Какие, например? Ну, например, то, что не удалось пока реализовать, и то, что является очень сложным. Это брендинг. Мы до сих пор не знаем, какой бренд мы продвигаем. А тебе бы какой хотелось продвигать бренд? Мне бы хотелось продвигать бренд Ленина. Я все-таки признаю, что это наш самый сильный бренд. Это признает большинство жителей России, которые знают Ульяновск как родину Ленина. Но нам нужно переломить вот это ощущение советскости, да, вот извините за слово, но советскости, которая почему-то связывает с городом Ульяновск. Я не знаю почему, но со многими нашими внешними партнерами, с кем я разговаривала, мы обсуждали именно эту тему. Как переломить, как презентовать свой город как современный, как удобный, как комфортный. И мы вот этим займемся. И вот в рамках брендинга мы планируем как раз и обсудить с профильным и с профессиональным сообществом, как же показать еще и нашу инвестиционную привлекательность, нашу современность, ну и наше, конечно, гостеприимство. Насколько мне известно, когда уехал Владимир Ульянов Ленин в 1887 году из Симверска, он после этого не приезжал сюда никогда и даже ни разу не посетил могилу своего отца, которая находится на нашей земле. Есть ли еще какие-то 3-5 идей, которые были бы сильны по своему потенциалу, как имя Ленина, и на которые можно было бы сделать ставки в контексте привлечения туристов? Ну вот есть такая идея, и она уже сейчас реализуется. Когда мы в прошлом году привозили комитет по импортозамещению при Министерстве культуры Российской Федерации, а это, к слову, 4 представителя самых крупных туроператоров России, это профессионалы, которые знают, что продается в туризме, а что нет. Они очень долго спорили с нами на предмет того, нужен ли нам день, посвященный Ленину. Они не хотели этот день. Они его посмотрели, и он, кстати, им больше всех понравился в итоге. Но они обратили внимание на то, что мы вот эту свою дворянскую составляющую почему-то стесняемся показывать. И они сделали вывод о том, что мы как город, который был традиционно дворянским, потому что на самом деле у нас жили представители 200 дворянских семей из топа, из топ-листа. Плюс в целом было еще 600 дворянских фамилий, так или иначе проживающих здесь. То есть мы на самом деле были таким дворянским городом, и не зря нас называли дворянин на Волге. И вот они-то как раз и сделали вывод, что, исходя из того, как подают материалы наши экскурсоводы, как вообще люди общаются, что есть в нас вот эта скрытая скромность. Ну как-то вот стесняемся мы об этом говорить. А почему об этом не говорить? Они очень настаивали на том, чтобы мы себя позиционировали как дворянский город. Причем семью Ульяновых нужно... Наш регион не относится к агорте голодающего по Волжье? Ну, он относился в определенный период, и дворяне тоже голодали. Ну, надо это признать. И они помогали и своим друзьям, и коллегам, и своим подопечным, естественно. Мы понимаем, что такое дворянство. Я сейчас не пропагандирую эту, скажем так, вот сферу и эту прослойку. Я говорю о том, что город может быть подан иначе. И вот мы пытаемся в этом маршруте его подавать иначе. И если усилиться в этом направлении, то как это могло бы быть подано? А мы уже делаем в этом направлении все возможное. Вот мы запустили этот маршрут в прошлом году на новогодние праздники. И к нам приехало 5 человек, они остались в диком восторге. То есть им все понравилось. Причем была зима, мы понимаем, что город еще пока не представлен так ярко и красиво, как летом. И вот на праздники к нам регулярно приезжают группы, сборные группы. То есть они от нескольких туроператоров собираются на отдельном агрегаторе. И отзывы всегда положительные. Есть, конечно, определенные пожелания, которые мы стараемся учесть. После каждой группы мы обсуждаем, что нужно изменить, что нужно усилить, что нужно улучшить. И вот эта тема будет дальше развиваться. Мы подписали соглашение с одним крупным оператором, с другим. Сейчас мы поддерживаем нашего туроператора, который реализует этот брендовый маршрут субсидиями, в рамках которых они будут делать сайт, они будут делать определенную рекламную продукцию. Ну, в общем, процесс пойдет. Но для раскачки регионального маршрута требуется 2 года. Это уже из опыта. То есть по результатам двух лет мы должны будем сказать, интересен этот маршрут или нет. Ну, вот так. Ну, а дополнительные идеи, ну, это, конечно, продвижение нашего региона, как города, находящегося на Великой Русской реке Волга. Это, конечно, всех впечатляет, особенно, когда они прогуливаются по Венцу. Мы этим потенциалом не можем не пользоваться. У нас вот сейчас есть идея, например, развивать лоцы, туристические лоцы. Что это, Юля? Ну, это определенные маршруты для яхт. Мы знаем, что есть определенная когорта достаточно состоятельных яхтсменов, владельцев яхт, которые занимаются либо профессионально, либо в формате любительского спорта этим спортом. И им было бы интересно замыкаться не только на Верхней Волге, но и перейти в Среднюю Волгу. И когда они ознакомились вот с нашими просторами, то есть они пожелали здесь, ну, так сказать, оставить свой якорь. И мы вот сейчас будем это развивать. А есть ли такая вероятность, что наш речной порт будет принимать туристические суда? Ну, во-первых, он их принимает. Ну, как транзитная точка. Нет, почему? Он их принимает. И у нас было 114 суда заходов в этом году, что на очень небольшой процент больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 108. Мы, конечно, имели планы на увеличение суда заходов на 20-30%, но в связи с определенными обстоятельствами, когда стоимость пользования ресурсами была повышена и речной порт был вынужден повысить стоимость обслуживания, конечно, некоторые суда заходы отменились. Мы пока держим темп и его чуть-чуть наращиваем. Есть определенные планы, конечно, по увеличению этого потока. Причем нам нужно развивать не только речной порт, нам нужно развивать зеленые стоянки. Мы планируем активно взяться за Сенгелеевский район. Там сейчас есть активная группа бизнеса. Без бизнеса мы ведь не можем ничего. Сколько бы лозунгов мы не вывешивали себе, да, и сколько бы идей не объявляли, если бизнес не заинтересуется, то мы ничего не сможем сделать. Поэтому бизнес заинтересовался. Мы сейчас отрабатываем возможность к лету запустить зеленую стоянку в Сенгелеевском районе. Что такое зеленая стоянка? Это мини-порт, когда судно причаливает и обеспечивает своим пассажирам какую-то временную развлекательную программу. Экскурсионную программу? Развлекательную. Она может быть какая угодно. Это может быть посещение ресторана, потому что люди в замкнутом пространстве устают быть долгое время, и поэтому они хотят куда-то выйти. А там мы понимаем, что там Сенгелеевские горы, там красиво, там сейчас благоустроена набережная, но и опять же это блинные столицы, там должны быть блинные ряды. И пассажиры должны понимать, что они сейчас спустятся и наедятся вдоволь блинов разного вида, разного типа, с разными начинками. Поэтому вот это мы сейчас отрабатываем. Здесь, конечно, нужен комплексный подход, и мы будем с администрацией города плотно работать. Но уже, в общем-то, определенное количество встреч и рабочих совещаний проведено. Вот к лету мы хотим вот это реагировать. Мы сейчас разговариваем о привлекательности Ульяновска, который расположен на федеральной карте. Ульяновск прекрасен для туристов из других регионов. А внутри региональный туризм, как идет его развитие, и делается ли что-то для того, чтобы человек из города проехался по всем, по многим селам, с какой-то миссией, с какой-то целью? Или из села в другую селу? Основная наша задача – это привлечь внешние инвестиции. То есть это экспорт туристских услуг. Перекладывать, ну, может быть, это будет достаточно резко сказано, но перекладывать деньги из одного кармана в другой внутри региона не совсем эффективно. Но если говорить не об экономике, а культурно-духозяйственной. Да, вот я продолжу. Но внешний турист поедет туда, куда едет свой собственный турист. Это работает и в рамках всей России, когда мы понимаем, что есть прикормленные места для своих. Сервис оттачивается, инфраструктура налаживается, и тогда уже едут внешние туристы. Поэтому, конечно, мы не оставляем за бортом наш внутренний туризм. Мы работаем сейчас по детскому направлению. Также вот дали субсидию туроператору, который предложил программу по отработке, по запуску определенного количества детских маршрутов в рамках нашего проекта «Уроки краеведения». Мы очень рады, что он взялся за эту серьезную тему. Мы, конечно, будем поддерживать всеми силами. Это сложная тема. Мы знаем, что детей не всегда отпускают из школ, что против закона, кстати. Объявляют совершенно ответственно. Да, можно, конечно, придержать детей в школе в каких-то сложных условиях, погодных. Но в целом, если соблюсти все правила оформления поездки, то ничего страшного не происходит. Скажи, пожалуйста, если можешь дать эту рекомендацию, как правильно регументировать выезд детей из школы? Эти правила известны всем, в общем-то, педагогам. Единственная сложность, когда родители берутся за организацию тура, и они считают, что они могут забронировать автобус, договориться с музеем и уже выехать. Вот это неправильно. Вот это неправильно. Организовывать поездку должен туроператор, который будет делать все в рамках закона и который будет отвечать потом своими собственными деньгами. И, в общем-то, нести даже уголовную ответственность, в случае чего, за неправильную организацию тура. Какие операторы у нас предлагают такие услуги? У нас их восемь. Они вывешены у нас на сайте. Наверное, озвучивать их я не буду здесь. Но на сайте Агентства по туризму можно всех туроператоров просмотреть, со всеми созвониться и посмотреть, какие программы они готовят. И вот как раз для удобства, для того, чтобы родителям и педагогам было проще ориентироваться в наших предложениях, вообще в наших программах, мы как раз и запускаем этот проект. Он будет запущен, я думаю, уже весной. Он сейчас отрабатывается. Мы сейчас готовим методические рекомендации с педагогическим вузом, чтобы дети могли, не только развлекаясь, тратить свое время. Ну, это поездки и по городу, это поездки и по региону, конечно же. Мы охватываем там порядка десяти муниципальных образований. Это и Бары, и Шакшуа, это и, конечно же, Сингелеевские горы. Но не просто посмотреть и походить, а, естественно, они должны послушать. Поездка должна носить образовательный характер. И этим как раз самым педагог закрывает себе несколько задач. То есть он обеспечивает неклассную активность детям, и он встраивает вот эту неклассную активность в образовательный процесс. Именно поэтому экскурсии будут распределены по уровню подготовки детей. То есть, например, для начальной школы будут рекомендованы вот эти, вот эти, вот эти. Причем будет написано зимний период, весенний период, летний, да, потому что, ну, зимой в скрипинских кучурах достаточно сложно. Да, мы можем... Да, и достаточно странно, да. Поэтому, конечно же, мы не оставим за бортом муниципалитеты. Дети из наших муниципальных образований тоже не всегда выезжают даже в город Ульяновск, к сожалению. Поэтому я думаю, что здесь, в общем-то, проект будет такой масштабный, он... Нужный. Да, очень нужный, да. Юль, вернемся к межрегиональному сотрудничеству. Разумеется, ты общаешься с коллегами из других городов. Да. Скажи, пожалуйста, есть ли тот опыт других регионов, который тебе настолько нравится, что ты хотела бы его реализовать на нашей земле? Ну, конечно. Мы с самого начала моей работы поставили себе задачу проанализировать то, что уже делается. Зачем им изобретать велосипед? Если он есть, мы его можем адаптировать как раз к своей территории, к своим реалиям. Конечно. Мы знаем, например, как активно работает Свердловская область в рамках делового туризма. Некоторые идеи, некоторые механизмы мы у них уже позаимствовали. Мы, например, понимаем, как они поддерживают событийный туризм. Уже в рамках наших субсидий мы событийный туризм начали поддерживать. Ну, Татарстан, да, уже стала третьей столицей, конечно, эта территория. Но мы понимаем, что у них тоже есть свои проблемы, но и есть другие ресурсы. Поэтому просто копировать опыт нет никакой возможности. Они правильно использовали методику развития отрасли. То есть они пошли по пути наиболее затратному, но самому эффективному. Это начинать с развития инфраструктуры. У нас же есть три кита, на которых строится развитие туризма. Это инфраструктура, это качество услуг и продвижение. Вот когда нет денег, начинается продвижение. Когда есть деньги, начинаются инфраструктуры. Вот они начали с инфраструктуры, и теперь они очень легко продвигают свою качественную инфраструктуру. Есть, например... У нас есть деньги на инфраструктуру? Ну, не столько, конечно. Не столько. Поэтому мы идем параллельно. Есть регионы, которые идут параллельно, понимая, что ресурсов миллиардных у них нет. Хотя есть точки рэперные, на которые можно было бы потратить эти миллиарды. Но их пока нет по объективным причинам. Поэтому регионы идут вот этим сразу параллельно, тремя путями, повышая качество. Ты часто езжу по коллегам? В своем свободном формате, то есть в свое свободное время, да, я стараюсь посещать все форумы. Так или иначе, я очень мобильна. Я сажусь на свой автомобиль и езжу по регионам. Причем это может быть и Ярославль, это может быть и Рязань. Я готова в выходные, например, поехать в Липецк, посмотреть, что там делается. Вот я была, например, в Твери. Мне очень понравился тоже их опыт. Да, есть у них Завидова. Опять же, они отлично отработали с инвестором. Но не нужно, конечно, оставлять, опять же, за скобками их близость к Москве. Их ориентацию на московского, причем, состоятельного клиента. Да, мы достаточно далеко, поэтому такую ставку мы делать не можем. Но мне понравился их подход. Они вообще сразу, когда только обратили внимание на туризм, это было несколько лет назад, сразу сделали акцент на том, что туризм это экономическая отрасль. Они вообще выделили туризм в отдельные министерства и даже подчинили туризму министерству культуры. Ну, не министерство, а вот саму отрасль культуры. Как делает Европа? Они считают, что объекты культурного наследия должны зарабатывать. В общем-то, это правильно. Они не просто должны потреблять бюджетные деньги и стоять в таком законсервированном каком-то формате. Они должны зарабатывать, они должны привлекать деньги, они должны продвигать территорию. Поэтому, когда некоторые объекты культуры превращаются в туристические, они как раз и становятся наиболее посещаемыми. Вот в связи с этим у меня вопрос, Юль. Когда Шаймиев, президент Татарстана, экс-президент, восстанавливал Болгары и Свиярск, был создан специальный фонд. Мечеть Кул-Шариф строили, что называется, в складчину всем татарским миром. Есть ли на Симбирской и Ульяновской земле те объекты культурного наследия, которые в случае своего восстановления привлекли бы к потоке? Потому что, ну, многим концепции Ленина неинтересны, а вот православие их манит. Или, может быть, просто культурное содержание. Ну, давайте так. Православие больше в городах Золотого кольца, чем у нас. Поэтому мы здесь не выстрелим. Мы здесь не переплюнем. Нужно искать у себя то, чего нет у других. Либо искать то, что отличает нас от других. Если мы восстановим несколько храмов, но на них не приедут. Опустим религиозную составляющую. Если мы восстановим краеведческие музеи, на них тоже не приедут. Каждый уважающий себя регион имеет краеведческий музей. Даже художественный музей имеет. То есть мы должны здесь у себя вычленять то, чего нет у других. А у других нет Ленина, нет Карамдина, нет Гончарова. Нет авиационной тематики, которую нужно продвигать и развивать. Ну, и не нужно, конечно же, зацикливаться только на личностях. Личность, да, но, опять же, личности сейчас становятся не так популярны. Потому что вообще сектор культурно-познавательного туризма не является настолько рентабельным, чтобы на него можно было тратить какие-то огромные ресурсы. То есть самым рентабельным является бизнес-туризм. Потому что турист, приезжая на территорию, тратит не свои деньги. Он тратит деньги корпорации или компании, которые его направили. И потом, заинтересовавшись регионом, он начинает тратить свои собственные деньги. Поэтому бизнес-туризм является самым прибыльным и рентабельным. Вот, например, Свердловская область, опять же вернусь, да, они очень активно этим пользуются. Они гордятся тем, что они центр делового туризма. И они позиционируют свои заслуги как раз в рамках проведения мероприятий. А потом уже пристегивают к своему продукту, который они готовят для делового туриста, уже культурные какие-то маршруты, развлекательные мероприятия. Еще один сектор, который дает достаточно хороший экономический эффект, это рекреационный туризм. Потому что в рамках культурно-познавательного вы приедете на территорию на одну ночь, на две. Все. И мы знаем, что люди, отдыхая на турбазах, отдыхая в санаториях, останавливаются в среднем на пять ночей, а то и более. Вот, например, сектор оздоровительного туризма в нашем регионе занимает 25%. Сектор делового 45%, а культурно-познавательного только 8%. Как вы думаете, на какой сектор мне нужно обращать внимание для развития? Это рекреационный, естественно, и деловой. Но и в том числе культурно-познавательный. Ты контактируешь с международными партнерами, этот диалог предусматривает высокий дипломатический уровень общения. Скажи, что ты заканчивала в ВУЗ? Я педагог по образованию, я заканчивала наш педагогический университет, факультет иностранных языков. Я специалист в английском и в немецком языках. Ну, конечно, немецкий уже не такой хороший, как был, потому что он не используется у меня сейчас. Ну, читаю, перевожу, скажем так. Ну, у тебя прекрасный английский, разговорный бизнес английский. Я знаю, что ты преподаешь в техническом университете язык. Очень преданно университету уже 20 лет. Продолжаешь ли ты повышать свой уровень языковой? Да, я преподаю не только потому, что мне нравится. Я до сих пор преподаю вечерами, по субботам. Не только потому, что мне нравится. Я вообще получаю удовольствие от педагогической деятельности, но и для того, чтобы поддерживать язык. Я, как правило, беру группы с высоким уровнем, то есть это либо advanced, либо proficiency, и вот получаю удовольствие. Ориентируешь своих коллег на изучение языка? Конечно. Ну, во-первых, отдел, который занимается международным взаимодействием, они имеют образование филологическое. Ориентирую, но это не всегда нужно, например, отделу, который работает с инфраструктурой. Ну, зачем? То есть им нужно экономическое образование, они, возможно, даже должны быть технарями в некоторой степени, понимать какие-то проблемы со стройками и прочее. Ну, да, у них другие задачи. Да, конечно. Юля, отвлечаемся немного от работы. Расскажи, где ты провела три последних отпуска? Так, отпуск. Отпуск последний был в Москве, потому что я занималась устройством дочери в общежитии. Расскажешь чуть позже об этом? Да. Предыдущий? Предыдущий был в Дубае, потому что нам нужно было купить платье на выпускной. Только там же оно могло найтись. Только там оно могло найтись. И вот третий был, ну, начиная, так сказать, с конца, был в Италии, в Венецию мы ездили. Тоже с дочерью? Да, тоже с дочерью, да. Твоя умничка-дочка поступила в этом году в МГУ. Да. На бюджет? Да, конечно. Какой факультет? Ну, не бюджет мы бы не рассматривали, юридически. Мы старались, у нас получилось, мы долго к этому готовились. Выбирали факультет мы, конечно, в последний момент. Почему? Ну, потому что не было пристрастий. Она гуманитарий, но вот какие-то пристрастия у нее не определились до последнего момента. И уже просто понимая, скажем так, понимая, какой навык можно продать, мы выбрали юридически. Ну, это выбрала, конечно, она, я ее поддержала. Насколько сложный был конкурс? Конкурс был сложный. Бюджетных мест, по-моему, там было 120, а конкурс был полторы тысячи человек. Ну, то есть полторы тысячи человек писали... Полторы тысячи человек на эти 120 местах. Да, то есть полторы тысячи человек писали ДВИ, вот этот дополнительный экзамен. Он же был еще дополнительный экзамен, там письменный. И мы вот вошли в 50 лучших. Не помню точно, какой у нас был результат, потому что результаты там, в общем-то, были у многих одинаковые. Мы вот вошли в 50 лучших. А потом по рейтингу, исходя из нашей медали, исходя из бальной системы, которую мы получили за ЕГЭ, мы вот были номером 11. Да, это хорошая результация. Ей нравится Москва? Ей нравится Москва, ей нравится движуха, ей нравится энергетика, она очень любит ходить на разные концерты. То есть ей нравится то, что там происходит много всего. А для молодежи это важно. Скучает по Ульяновскому? Она скучает по друзьям, она скучает по мне, скучает по бабуле. Как ты считаешь, она вернется после учебы? Сложный вопрос. Ты бы хотела? Не знаю, не буду лукавить, не знаю. Я думаю, что каждый человек ищет для себя ту территорию, где ему комфортно. Ведь многие, вот у меня сейчас, например, работает сотрудница, которая закончила МГУ, вернулась. Я знаю, что у нас в университете, на нашей кафедре работает специалист, который закончил МГУ с красным дипломом, китайско-английское отделение и вернулся на родину работать с удовольствием. То есть это, в общем-то, это прекрасно, когда специалисты, получая навыки на внешней территории, возвращаются на свою родную. Поэтому я не исключаю того, что она вернется, не исключаю того, что она может остаться. Но ты не планируешь покидать город? Я уверена, что предложения звучат. Это вообще норма для эффективных кофт-управленцев. Ты так кокетливо заулыбалась. Да, предложения звучат. Предложения звучали и перейти на работу в другие регионы, в соседние. Не буду лукавить. И в бизнесе тоже. Но пока не поступило того предложения, от которого я не смогла бы отказаться, это раз. Москва достаточно сложный город в финансовом плане. Мы понимаем, что жилье там очень дорогое. То есть, в общем-то, есть... А где живет дочка? Она живет в общежитии. Мы тратим на общежитие 1200 рублей в год. В год? Да, то есть коммунизм существует на отдельно взятой территории. В общежитии юрфака МГУ. Ну, я так понимаю, что все общежития МГУ стоят именно столько. Условия там хорошие. Поэтому, конечно, если студент, если абитуриент обладает определенными навыками, если он умен, если он талантлив, то есть возможность, не потратив никаких каких-то денег фантастических, победить всех и, в общем-то, найти себя. Илья, у тебя невероятно плотный график. Иногда мне попадается на глаза расписание твое, твоих коллег. Очень плотный. Как ты восстанавливаешь силы? Вы работаете без выходных? Да, без выходных. Ну, во-первых, я люблю то, чем я занимаюсь. Это важно. То есть, если воспринимать свою работу как какое-то принуждение, то, конечно, удовольствия не будет, и никакой график невозможно будет вынести. Я люблю все, что я делаю, но стараюсь при этом выстраивать свой график, конечно же, отдыхом. Я не могу обойтись без сна. Девочкам сон обязательно. Сколько часов? Семь часов для меня это обязательно. Если я несколько дней, ну, бывает такое, перелеты или какие-то важные совещания утренние, или даже бывает так, что вечером партнеры или какой-то форум. Если я несколько дней не сплю семь часов, то, конечно, уже я чувствую это и на внешнем виде, и на самочувствии, поэтому я очень стараюсь потом выходные как-то это набрать. Ну, вот семь часов, ну, это вот базовое такое, то, что я должна выполнить. Ну, и правильное питание. Ограничиваешь себя? Нет. У меня вообще нет такого... А что для тебя правильное питание? Для меня правильное питание – это, конечно, разнообразное питание, в первую очередь. Это овощи, фрукты вообще не люблю, но стараюсь их есть, потому что понимаешь, что там витамины. То есть я обязательно завтракаю. Я считаю, что это просто панацея от многих проблем, от многих бед, и женщинам, которые, например, пытаются похудеть, и почему-то не завтракают. Я не знаю, это must do должно быть для всех. Это завтрак. Насколько плотный, каждый выбирает для себя, в зависимости от сырографика. Ну, и, конечно же, ограничивать, возможно, какой-то объём сладкого. Ну, я без него не могу, поэтому я себе позволяю пирожные, и всё. Ну, конечно же, не поздно вечером. Ну, что-то такое базовое, что, я думаю, знают все. Кто-то, например, пропагандирует раздельное питание. Ну, да, да. Тоже полезно. Ты сказала, что ты пьёшь горячую воду на ночь. Что это за лайфхак такой? Да, да. Это я позаимствовала у наших китайских друзей. Когда съездила в Китай первый раз, я поняла, что они пьют чай вот слегка таким вот тронутым чайным листочком. То есть они заваривают вот на такую чашечку два листочка, и этим удовлетворяются. То есть чай получается очень-очень светлый. Если чай тёмный, то это уже лекарство. Они считают, что это опасно и для здоровья, и вообще. И вот, да, ещё один такой лайфхак. То есть вот мы разговаривали там с дамами, и они порекомендовали пить горячую воду на ночь для того, чтобы хорошо спать. И всё. И я вот, видимо, возможно, это эффект плацебо, но после горячей воды, вот стакана горячей воды, я сплю отлично. Ты выглядишь потрясающе. И со мной согласятся все зрители. Ну, я думаю, ты привык уже к комплиментам. Спасибо. Скажи, пожалуйста, из каких слагаемых складывается женская красота? Та, которая привлекает, собирает комплименты, восторженные взгляды? Я думаю, что это позитивное отношение к жизни. Вот это первое. Если женщина недовольна тем, как она живёт, тем, с кем она общается, тем, что она ест и что она носит, она никогда не будет выглядеть красиво и не будет выглядеть счастливой. Ну, если мы перейдём к более таким брендным вещам, ну, я уже сказала, это сон, это обязательно. Конечно, в 20 лет можно позволить себе не поспать, но когда уже тебе немного за 20, то уже нельзя себе такое позволять. Правильное питание и, конечно, базовый уход. То есть, если женщина ленива, она не будет красавицей. Это точно. Ну, мы же понимаем, что это уход за собой, тот, который мы можем себе позволить. И в финансовом плане, ну, и в связи с нашими какими-то убеждениями. Что для тебя счастье, Юля? Это удовлетворение от каждого прожитого дня. Ты испытываешь его? Да, ну, конечно, не всегда. Естественно, есть что-то, что я понимаю, что я не сделала, или что-то пошло не так. Но, наверное, негативные опыты, какие-то неудачи, возможно, какие-то падения нужно воспринимать как просто новый этап. Ну, то есть, жизнь, она вот, возможно, где-то чёрно-белая, где-то она серая, она цветная, она разная. То есть, это просто цветовая гамма твоей жизни, которую надо принять. Но надо, конечно, стремиться к ярким краскам. К ярким. Спасибо, Юля, огромное за то, что ответила на мои вопросы. С тобой очень приятно общаться. Во многом на тебя хочется быть похожей. Продолжай оставаться такой же удовлетворенной и счастливой. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов» и наша героиня, руководитель агентства по развитию туризма Ульяновской области Юлия Скоромова. Смотрите нас на управда.ру. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!